Приветствую всех на канале Xiaomi Store. Сегодня у нас на обзоре беспроводная Bluetooth-колонка от Xiaomi. Упакована она в такую белую коробочку. Давайте посмотрим, что лежит внутри, на комплект поставки, разберемся с устройством, послушаем его и потрогаем. Сверху лежит инструкция, как всегда, на китайском языке, но тут достаточно иллюстраций и по ним, в принципе, достаточно просто разобраться с устройством. На колонку заботливо одели кольцо с язычком, чтобы нам удобнее унаставать из упаковки было. Вот оно, внимание к деталям. Внутри коробочки также есть поролоновые вставочки, чтобы колонка там плотно сидела, не болтыхалась. В коробке, помимо самой колонки, инструкций больше ничего нет. Micro USB-провод зарядки в комплекте не идет, что мне кажется немножко странным, особенно учитывая, какой у компании внимание к деталям, но я думаю, это не проблема и сейчас у каждого хоть один, но найдется такой подходящий провод дома. Давайте изучим это устройство подробнее. Сама колоночка представляет собой вот такой вот цилиндр. Верхняя часть из алюминия, она подвижная, нижняя часть ABS-пластик. Также снизу есть приятная на ощупь силиконовая вставочка антискользящая с логотипом компании и некоторыми маркировочками. Вверху поверх динамика приятная тканевая вставочка, здесь micro USB-вход для зарядки, здесь располагается светодиод. Как вы, думаю, уже поняли, единственный элемент управления этим устройством, это верхняя подвижная часть, которая также может нажиматься и, собственно, крутиться вокруг всей своей оси, регулируя таким образом громкость воспроизводимой музыки. Давайте попробуем включить устройство. Включается оно продолжительным нажатием на вот эту верхнюю часть. Светодиод начал мигать, колонка издала звук и, собственно, она включена. Я думаю, можно попробовать найти ее с помощью Bluetooth и подключиться к ней. Давайте попробуем это сделать. Включаем Bluetooth на нашем смартфоне и вот появилось наше устройство, обозначенное иероглифами и тут значок наушничка. Подключаемся. Женский голос на языке Поднебесной предположительно сообщает нам что-то типа того, что устройство подключено успешно. Давайте попробуем запустить музыку. Собственно, колонка работает, без проблем быстро подключилась. Музыка играет через нее, регулируется громкость с помощью телефона. Давайте попробуем покрутить регулятор на самой колонке. Заметьте, что во время, когда я регулирую громкость с помощью колонки, громкость меняется на телефоне. Обычно колоночки, с которыми я имел дело, они имеют как бы собственный какой-то звуковой диапазон и то есть мы меняем громкость на телефоне и потом еще можно выкрутить громкость на максимум на колонке. По мне это глупо, то есть действительно так должно работать правильно, то есть мы выкручиваем на максимум, громкость на максимум. Все, никаких лишних телодвижений делать не надо. Давайте в качестве эксперимента попробуем подключить колонки не смартфон xiaomi, а к примеру айфон, но я не сомневаюсь, что проблем при подключении возникнуть не должно. Включаем bluetooth интерфейс. Мгновенно найдена наша колоночка, вот они иероглифы. Уже знакомый нам голос сообщает нам, что подключение прошло успешно. Ну и соответственно музыка тоже играет. Опять же то, про что я вам говорил, крутим громкость на колонке и громкость регулируется у нас системно в телефоне. Также при нажатии на основную эту подвижную часть, в воспроизведении музыки останавливается, то есть пауза. У колонки очень приятный, чистый, такой качественный звук, никаких дребезжаний, никакого излишнего баса, никакой хрипоты, никакого писка. На любом значении громкости музыка звучит хорошо. Насколько я знаю, техническая часть данной колонки создана на базе профессионального аудиопроизводителя датского, так что за качество звучания можно точно не беспокоиться. К дизайну тоже никаких претензий нету, никакой цыганщины, никаких лишних кнопок дребезжащих, никаких глупых дополнительных там экранчиков, дисплейчиков, светодиодиков. Все просто, это минимализм, это классно, это всегда модно и стильно выглядит. Здесь даже на коробочке есть какая-то маркировочка и в Design Awards, которая обозначает, что Xiaomi взяла какую-то награду за дизайн этого гаджета. Ну, собственно, я считаю, что заслужено. Ведь дизайн — это не только внешний вид, это также тактильное ощущение, общее ощущение, удобство, практичность устройства, и всего их этих качеств у этого устройства не занимать. Это все на высоте и правда. Просто примитивнейшие действия при уволении громкости доставляют, ну, даже какое-то такое эстетическое удовольствие, потому что все очень плавненько крутится, очень приятно щелкает внутри, и прям чувствуется такой увесистый дорогой звук внутри, когда ты крутишь это. Ну, у компании Xiaomi, в принципе, такая политика к производству всех гаджетов, то есть тут минимум понтов, минимум каких-то таких излишеств визуальных. Все очень просто, все очень лаконично, но зато очень качественно работает. Работает так, как надо, выполняет свои функции. Как заявлено в технических характеристиках, у колонки встроенный аккумулятор на 1200 мАч. Это примерно 7-6 часов беспрерывного прослушивания музыки, что, в принципе, неплохо для такого малогабаритного малыша. Также еще добавлю, что колоночку можно приобрести не только в черном цвете, но и в белом. И также эта колонка может работать в режиме гарнитуры, ну, то есть вы можете общаться с помощью нее посредством громкой связи. На этом, я думаю, наш обзор можно закончить. Колоночку мы изучили, потрогали, послушали. Лично я убедился, что это отличный гаджет за свои деньги. Свое мнение можете оставлять в комментариях. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok